Давайте по традиции проверим, нет ли вопросов каких-то мне уже сейчас к этому моменту. Нет, пока ничего нет для меня, поэтому начнем по заявленному. Я надеюсь, что вопросы в программе далее возникнут. Не знаю, так как сегодня все-таки выходной, я понимаю, что многим людям не до политики, но я не верю прямо, что такое количество событий, которые на арене произошло в последнюю неделю, вас никак не заинтересовало. Давайте начнем с двадцатки, как я и обещал вам. Во-первых, прошла встреча Путина и Обамы, и как я говорил вам, очень многое будет зависеть от того, удастся ли в этой... Это последняя, скорее всего, встреча. Ну, по крайней мере, мы не можем ожидать, что до конца срока осталось всего четыре месяца президенту. Ну, полгода реально, но до выборов осталось всего четыре месяца, три месяца, чуть-чуть больше даже. И в этот оставшийся срок, этой финишной прямой, вряд ли получится у Обамы еще раз так серьезно уехать из страны, для того, чтобы провести какой-то международный саммит. И Путин, в принципе, уже объявил о том, что он на Генеральную ассамблею в сентябре, скорее всего, не приедет. И раз так, скорее всего, скорее всего, два этих лидера больше не встретятся. Сегодня уже прошла пресс-конференция Обамы после переговоров с Путиным. Причем разные источники говорят разные вещи. Говорят в основном, что вчера, еще вчера, Обама сам подошел к Путину и сказал ему, что надо бы нам встретиться, обговорить ситуацию. И давай мы ее такую встречу проведем. И встречу шла значительно больше запланированного времени. Должна была идти полчаса, как обычно на полях таких саммитов она проходит в получасовом формате. А шла больше часа. Вот. Причем сначала, я просто для тех, кто не следил за новостями, расскажу, что она начиналась в формате Обама-Керри и помощники, и Путин-Лавров и помощники, а закончилась она личной беседой Обама-Путин и переводчиков. Как я понимаю, к сожалению, видеохроники не было у меня в распоряжении. Я не могу сказать, были ли там переводчики на эту встречу или нет, но, скорее всего, я не думаю, что президент России так хорошо уже владеет английским, чтобы на командинг уровень, да, чтобы разговаривать с президентом США по-английски без перевода. Ну, думаю, что, короче, они разобрались. Не первая уже такая встреча у них с переводчиками, обычно они решают эти вопросы. Итак, переговоры... Обама характеризовал эти переговоры как продуктивные, честные, и всегда, кстати, все встречи между ними, Обама охарактеризовал как встречи продуктивные, честные, которые конструктивные. Как конструктивный диалог всегда между мной и Путиным, он сказал, всегда диалог был честным и конструктивным. И надо отдать должное. Они, когда договариваются, они решают много серьезных вопросов вместе. Мы помним, как удалось сохранить лицо всем, я говорил об этом раньше, в химическом кризисе, в том газовом химическом кризисе, который был в Сирии, как удалось Обаме не начать войну, потому что было предложение с российской стороны, после определенного намека госситаря, о том, что если Астал откажется от химического оружия, после этого Путин подошел к Обаме на саммите, они встретились, поговорили. И после этого моментально этот вопрос был решен, и Америка в войну тогда не ввязалась. Многие говорят сейчас, что это плохой был шаг, со стороны Обамы показала его слабость, он как бы прочертил некие линии на песке, draw a line, the sand, которые он должен был в итоге... там, где ты прочертил эти линии, там ты должен стоять. Это не всегда правильно, особенно если мы говорим о потенциальной эскалации, которая может развиться в Третью мировую. Поэтому здесь надо отдать должное нашему президенту, который проявил гибкость, мудрость и готовность пойти на компромисс. И благодаря этому Америка не оказалась втянута в сирийский кризис на том этапе в 2013 году. Это понятно. Причина ухудшения сильного потом отношения между Обамой и Путиным, во-первых, они никогда не были безоблачными, и начиная с момента, когда Путин был премьер-министром Обама-президентом, и Обама приехал и в резиденции премьер-министра у них был завтрак, с этого момента уже было понятно, что отношения между двумя лидерами не будут безоблачными. Они не будут такими, как, допустим, были отношения у Обамы с Медведем, он в то время президентом России. То есть это будут жесткие отношения Путина, вообще даже называли анти-Обамой. Короче, разные произносились вещи, тем не менее мы видим, что мировые лидеры иногда такого уровня, как Обама и Путин, могут забыть определенные проблемы, которые личных отношений могут двигаться вперед, несмотря на подобные проблемы в личных контактах, потому что груз ответственности за нации, которые они представляют на международной арене, очень большой. И из-за этого груза ответственности нужно иногда свои личные амбиции оставлять в стороне. И иногда, иногда это получается. В этом случае я боюсь, что этого не произошло. Но вопрос тут даже не столько в личных амбициях, потому что вы знаете, что итог этих переговоров пока зиро. Нет пока, не были сведены к нулю все противоречия, которые есть между США и Россией по сирийскому кризису. И как бы не декларировал Лавров и Керри о том, что вот ситуация почти уже, почти на мази, короче, договор, и скоро, 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 скоро это будет сделано. Мы видим, что нет, пока это не сделано. И нам не сообщают, какова главная точка расхождения по вопросу, по сирийскому, по прекращению огня реальному, который будет работать. Все стороны уже друг другу показали те варианты, и Обама с Путином как раз обсуждали, как они оба видят это прекращение огня, так оно будет работать. Какова идеальная схема, при которой это прекращение огня работает. И как им вместе, уничтожать халифат, исламское государство, я имею ввиду, и Джабхат Аль-Нусра, как вместе им это сделать. И мы говорили, значит, что для этого, мы помним всю историю, для этого нужно разделить между так называемой умеренной оппозицией и даже там исламистской, но умеренной исламистской оппозицией, которая согласна поддержать соглашение о прекращении огня, и Джабхат Аль-Нусра. И одновременно получается, что для того, чтобы это сделать, требуется, чтобы оппозиция умеренно отделилась от Джабхат Аль-Нусра и отошла с тех позиций, которые удерживаются ими вместе. Потому что Джабхат Аль-Нусра делится с ними информацией, и, естественно, Джабхат Аль-Нусра является наиболее боеспособной группой внутри сирийской оппозиции на сегодняшний день, как не прискорбно это заявить. И получается так, что волей-неволей Соединенные Штаты, продолжая поддерживать оппозиционные группы, которые не отделяются от Джабхат Аль-Нусра, продолжают поддерживать Аль-Каиду. И это странно несколько для страны, которая через буквально неделю ровно будет отмечать 15-ю траурную годовщину событий 11 сентября. Я напомню, что мы уже 15 лет находимся в войне с террористической организацией, которая во всем мире запрещена, ООН с обезбором запрещена. И даже то, что Джабхат Аль-Нусра вдруг заявила, что она больше не Джабхат Аль-Нусра, что она фронт завоевания Сирии и Леванта, что она больше не имеет к Аль-Каиду никакого отношения, и даже она получила для этого благословение от Аймана Аль-Завахири, главы всей Аль-Каиды, это не помогает им, и никто этому не поверил. Здесь это с определенной долей скепсисом. К этому отнеслись и российские власти, и американские власти. Это абсолютно понятная ситуация. Они должны что-то больше сделать, чем простые заявления, для того, чтобы их сняли со всех листов. Они пока остаются террористами. И я уже не говорю о том, что есть на Ютьюбе кадры, вы можете их найти, какую резню они устраивают в разных местах, и как они режут шиитов, и как они режут солдат армии Асада. Они, конечно, не как халифат это делают, но это достаточно кровавая ситуация. Поэтому они остаются как бы легитимной целью. И вот этот момент разделения, он, конечно, сложный момент, потому как если умеренная оппозиция отойдет, и дашь зеленый свет авиации Асада уничтожать Джабхат Аль-Нусру вместе с российской авиацией, и также обсуждается еще участие в мире совместно российско-американская военная операция против Джабхат Аль-Нусра и халифата, это тоже обсуждается. Если все это вместе сработает, то потом эти позиции, очень сложно будет оппозиции занять, которые займут войска армии Асада в образовавшемся в вакууме без Джабхат Аль-Нусра, которую с легкостью тогда уничтожат, если от нее все остальные отойдут. Ну, по крайней мере, так это представляется российской стороне. И вот это, скорее всего, является камнем преткновения, и являлось до сегодняшнего камнем преткновения. Не думаю, что этот вопрос и разрешился. Хотя могу ошибаться, опять же, мы должны посмотреть и увидеть, каким образом все это будет выглядеть на финальном-финальном соглашении, если оно все-таки будет заключено. Министерство странного дела России призывает не преувеличивать точки несогласия. Министерство странного дела России призывает с оптимизмом смотреть в будущее, потому что, правда, эти точки расхождения небольшие, и работа идет. И после встречи Обама и Путин дали поручение министрам своим и Кэрри и Лаврову продолжать переговоры. То есть мы видим, что прорыва не произошло, ну и опять же, провала переговоров пока не произошло. Сложно все очень идет. Украину тоже ведь обсуждали, Обама и Путин. Мы знаем, что два кризиса этих связаны. И в риторике, которую Обама использовал на встречах с Меркель потом или до, и с Оландом, и с Терезой Мэй, новым премьер-министром Великобритании, тоже слышно здесь очень интересная вещь, что вот Россия должна прекратить свою агрессию на Украине. Пока наш президент использует риторику агрессии России на Украине, дело, да, договора по Сирии вряд ли мы сможем увидеть и почувствовать. Потому что тут требуется изменение рассказа. Для тех, кому интересно, в чем противоречие между взглядом нашего президента Барака Обамы и президента России Владимира Путина на украинскую проблему и на сирийскую проблему, в архиве в самом Кауде, в моих программах предыдущих, можно найти этот clash of the narratives, да, narratives, расхождение по взглядам и по изложению событий, тому, как администрация Обамы и российская администрация смотрят на эту проблему, почему они с разным сторонам это делают. Для тех же, кто хочет еще более серьезный взгляд, академический взгляд на эту проблему получить, я рекомендую найти Foreign Affairs за 2014 год, не помню, в каком, к сожалению, номере, но я думаю, что вы можете сделать Google сообщение, это моментальная статья появится, Джона Мишаймера, великого, как бы, гуру реализма, теории политического реализма, из ныне живущих, как бы, наверное, последнего из магикан такого прям мастодонта теории, где он объясняет, почему Запад, в частности, Соединенные Штаты Америки и наша администрация виновата в современном украинском кризисе, в чем ошибка нынешней администрации с его точки зрения. Если вам это интересно, вы можете это почитать, и, кстати, Георгий Киссон же приближется той же самой позиции, и вот он ее периодически высказывает. И Трамп, кстати, когда говорит о том, что он поддерживает наш кандидат президента Дональд Трамп от республиканской партии, когда он говорит, что он готов сотрудничать с Россией, он, в принципе, исходит из точки зрения Генри Киссон же, с которым консультации он уже по этому вопросу проводил. Но это как бы отдельная тема, слишком далеко не хочется углубляться. Это то, что касается непосредственно трека Обама-Путин, Путин-Алан, Путин-Меркель. Были некоторые смешные заявления украинских политиков, уже господин Лешко, например, который сказал, что вот почему Порошенко не было на этом митинге, вот Назарбаев же был, надо было приехать, а то получается, что судьбу Украины решают, мы как малые дети нам памперсы менять, что-то такое он сказал, мы должны самостоятельность свою показывать, мы важные как бы, мы тоже игроки, и почему за нас решают какие-то другие люди, какие-то другие страны решают нашу украинскую судьбу. Я абсолютно согласен в данном случае с господином Лешко, что редко можно за мной наблюдать. Но это не совсем правильно, когда весь мир показывает, что за кого-то чью-то судьбу можно решать. И, конечно, при обсуждении статуса Донбасса, будущего, который между Обамой и Путиным, Меркель Путиным и Алландом Путиным проходил, на этом саммите G20, украинский представитель должен был присутствовать бы, потому что, ну, по крайней мере, прилично какие-то соблюдать, это некрасиво то, что происходит. Вот, все-таки независимое государство, и нельзя его судьбу... Ну, по крайней мере, на бумаге, оно независимое государство. А то, что, понятно, что все вопросы связаны с украинской государственностью сегодня решает Виктория Нуланд, это как бы остается... Это не должно быть в кадре, это может быть за кадром, это могут люди знать, но это нельзя показывать публично. Вот, что я пытаюсь все время сказать, и это не очень хорошо, что такие вещи происходят. На мой взгляд, тоже. Тут я с господином Лешко согласен. Это одна сторона, как бы, саммита G20. Теперь, самая главная, это сторона. Мы интересуемся, как бы, нашими горячими точками, Сирией и Украиной. Там было невероятно... Это вообще был невероятно продуктивный саммит. Аналитики оценивают этот саммит 77% успеха из того, что было запланировано. 77% это СИПЛАС. Это третий результат за историю проведения подобных саммитов в Большой двадцатке, начиная с 2008 года, когда впервые такой саммит был проведен. Одним из промежуточных итогов была договоренность России и Саудовской Аравии следить за ценой, что очень нефтяной. Что важно, и что уже спровоцировало несколько процентный рост нефтяной цены до 45 долларов 60 центов. Это как бы одна сторона этого вопроса. Вторая сторона вопроса... Все-таки саммит был как бы экономический, вы поймите. И то, что такие жаркие политические дискуссии проходят на этом саммите, это потому, что ситуация в мире очень жесткая, и эту площадку используют, и она интенсивно нарастает по своей опасности. И эту площадку рассматривают многие как удобную просто площадку, чтобы на полях этого саммита, но это на полях, а что сам саммит? А сам саммит обсуждал sluggish growth, world economic growth. То есть сам саммит обсуждал проблему замедления мирового экономического роста, вы понимаете? И как бы главное, так как Китай хост, Китай хозяин этого саммита. Естественно, все взгляды были устремлены на Китай. Китай очень серьезная претензия. Китай оказывается, и мы знаем это давно, Китай overproduced steel. Китай производит стали намного больше, чем нужно производить. Ему надо производить сталь, ему нужно занимать своих людей, ему нужно, чтобы экономические показатели показывали рост, вы понимаете? Иначе полтора миллиарда населения, они должны что-то делать. Ну это сейчас очень грубо, примитивно. Китаю нужно показывать, что рост идет. И как бы не просто показывать, а он должен быть фактически какой-то. И естественно, что спрос предложения, понятно, закон спроса работает, закон стоимости, простите, чем больше стали производит Китай, тем дешевле она. Это проблема, это беспокоит и Европейский Союз, и Соединенные Штаты. И вот давили аккуратно на Китай. Короче, предварительно перед этим ставят там было много переговоров. В итоговом Каменюке с Китаем пытался избежать этого пункта стали, тем не менее он появился. Значит, одна из важных договоренностей, несколько было договоренностей, была, значит, по стали договоренность, о том, что теперь производство стали будет, это производство будет контролировать, точнее, оверси, наблюдать за ним. ОЕСД, Организация Economic Cooperation and Development, это серьезная такая межгосударственная структура, которая будет, она независима, она будет наблюдаться, она будет наблюдать за тем, как исполняют стороны договоренностей, которые были достигнуты по производству стали. Китай очень не хотел, этого Индия очень не хотела, чтобы кто-то еще попутно за этим наблюдал, но в итоге удалось вроде какого-то компромисса там достичь. Это первая история. Саммита большая. Вторая история была между Турцией и Евросоюзом, на этом саммите параллельно она проходила тоже эта история о том, удастся, смогут ли снять страхи того, что Турция отменит дил с Евросоюзом по мигрантам. Вроде бы страхи эти, как выражается в Офт и Джону, были дайлдаун, то есть Турция успокоила своих европейских партнеров, что никто сейчас из этой сделки по мигрантам выходить не планирует. Это важный момент. Не зря туда Жан Хлон Юнкер поехал все-таки, председатель нашей Евросоюзе, Еврокомиссии, для того, чтобы эти вопросы с Турцией решать. Удалось, по крайней мере, пока. Тем не менее, остаются трения очень большие по безвизовому статусу. Урдаган опять заявил, что проблема очень сложная. Те требования, которые Евросоюз выдвигает к турецким, к Турции, для того, чтобы снять ограничения, ввести безвизовый режим с Турцией, по краткосрочным визитам, они фактически невозможны к исполнению. И эта проблема остается, то есть мы еще можем увидеть опять возвращение риторики, либо вы нам даете безвизовый режим, либо мы отменяем сделку по мигрантам. Теперь, Евдаган опять же, возвращаясь к Турции, в свете большой двадцатки саммита, он был на этом саммите, естественно, и он предложил и Обаму, и Путину, и Обаме, и Путину устроить бесполетную зону на севере Сирии, где он мог бы продолжать принимать беженцев уже в этой бесполетной зоне и безопасность в этой бесполетной зоне на севере Сирии, он бы обеспечивал своими наземными войсками, и там бы никто не летал. Это предложение сейчас изучается, это интересное развитие, как бы, я очень-очень-очень сомневаюсь, что Путин на подобное предложение пойдет. По крайней мере, и так, вы понимаете, у него сегодня уже есть возможность такую бесполетную зону в любой части Сирии объявить, потому как все небо контролируется российскими средствами ПВО. Поэтому мне не кажется, что объявление бесполетной зоны на севере Сирии было бы для России выгодным шагом. Так мне, по крайней мере, сейчас представляется, потому что тогда, естественно, самолеты Асада будут сильно ограничены в том, кого они смогут бомбить на той территории, которая будет объявлена бесполетной. Она же не может быть бесполетной для больших, для одних и полетной для других, понимаете? Она должна быть бесполетной совсем. И это вряд ли сегодня в российских интересах и интересах Башара Рассада. Мне так кажется. Поэтому вряд ли это удастся сделать. Мне, опять же, это мое здесь мнение вот по этому вопросу. Вот такое оно. Продолжение следует... Продолжение следует...